всем привет сегодня я продолжаю свой рассказ об уходе за собой с помощью эфирных и базовых масел в первой части я рассказала о том как использую масла в уходе за лицом сейчас я расскажу как я их использую в уходе за телом так давайте начнем вот с такого масла это масло мандарина у меня фирмы нау большая бутылочка в 30 миллилитров очень мне нравится запах мандарина очень приятный очень вкусно пахнет вообще все цитрусовые но особенно мандарин они очень хорошо помогают избавиться от депрессии также они снимают раздражение еще масло мандарина хорошо поддерживает контуры тела препятствует отложению жировых прослоек поэтому масло мандарина я использую для принятия в основном для принятия ванн при принятии ванны я беру соль морскую капаю туда 10-13 капелек масла мандарина и размешиваю ванне вот таким образом сразу запах мандарина наполняет всю ванную комнату очень вкусный аромат и очень приятно находиться в этот момент вот в этой комнате также еще я масло мандарина добавляю в гель для душа и также принимаю душ вот с этим маслом еще одно применение я нашла для этого масла я его добавляю в моющие средства при мытье полов также аромат моментально распространяется на всю комнату очень вкусно пахнет очень очень мне нравится если кто любит запах мандарина то советую приглядеться к данному маслу также для кожи тела я использую масло какао у меня масло какао стопроцентное это какао баттер покупала я его на айхерп думаю многие знают вот этот вот стик желтенький с очень приятным запахом коричневого светло коричневого цвета вообще какао масло используется для сухой и шелушащейся кожи поэтому для лицо для лица я не использую так как у меня кожа жирная используют для сухих участков тела то есть и либо руки либо локти либо если еще где-то что-то меня полы появляется ну если где-то какой-то сухой участок появляется на теле также я использую вот это вот какао масло еще каким свойством значит обладает это масло оно тонизирует увлажняет кожу и также очень хорошо помогает против морщин использовать его еще можно для кожи вокруг глаз также очень мне нравится масло это масло миндальных косточек это наверное чуть ли не одно масло не единственное масло которое не вызывает вообще никакой аллергии и никакого раздражения вот видите у меня осталось его уже тут совсем немножко активный пользуюсь у меня фирмы на у это данное масло каким образом я его использую я им снимаю с помощью него я снимаю макияж на влажный диск ватный я капаю несколько капелек данного масла и протираю глазки очень мне нравится результат она это масло она укрепляет ресницы стимулирует их рост кожа после использования масла увлажненная но естественно на глазах остается масляная пленка поэтому кому это не нравится то не рекомендую таким образом смывать макияж для меня это не проблема и поэтому мне очень очень нравится что еще делает миндальное масло она вообще смягчает кожу делает ее очень нежной увлажняет и еще его можно использовать для волос то есть она их укрепляет и дает блеск я еще использую миндальное масло делаю масляные маски для рук и ног я смешиваю миндальное масло с маслом виноградных косточек добавляю также еще туда несколько капель капелек какого-то эфирного масла это может быть либо масло лимона либо лаванды или чайного дерева в общем любое масло которое мне хотелось бы использовать на данный момент еще одно из масел базовых которые я постоянно использую своем уходе это как я уже говорила масло виноградных косточек что нам дает масло виноградных косточек это очень активная профилактика старения она питает увлажняет кожу и также улучшает структуру и рельеф еще она обладает таким свойством как укрепляет подкожные капилляры вот такое значит чудесное масло таким образом я его использую я также делаю смесь масел добавляю масло виноградных косточек и к нему я добавляю масло гранатовых косточек вот такой у меня есть небольшой бутылек на покупала я в интернет-магазине спивак также очень мне нравится вот это вот масло виноградных косточек что она также делает она питает увлажняет кожу и очень полезно для профилактика рака для профилактики рака кожи и так значит как я сказала я уже беру масло виноградных косточек смешиваю с маслом гранатовых косточек и добавляю несколько капелек ну где-то 3-4 капельки масла пачули вот всей этой смесью я смазываю тело на ночь перед сном и таким образом ложусь спать ну одеваю специальную рубашку у меня есть такая для этих масок и ложусь спать утром я смываю весь этот состав с тела кожа после такой ночной процедуры очень гладкой приятно и очень мне нравится ее состояние делаю эту процедуру раз в неделю и на протяжении уже постоянного времени и результату очень заметен очень виден очень мне нравится этот результат также что я еще хотел сказать а я хотела рассказать про масло пачули какие характеристики у него масло пачули она питает освежает обновляет и увлажняет кожу еще у нее такой момент она может разглаживать кожу то есть вот этот весь состав который я использую для тела он очень очень хороший то есть очень хорошим образом действует на кожу при использовании при постоянном использовании данных масел я думаю можно добиться очень хороших результатов можно сделать кожу гладкой напитанной очень красивой и молодой ну вот на этом я пожалуй заканчиваю свой рассказ про уход за телом с помощью масел следующем видео я расскажу как я использую масла в уходе за волосами спасибо всем за внимание и до новых встреч до новых встреч